2021 год – юбилейный для Белорусского Красного Креста. Для привлечения внимания и распространения информации о работе Брестской городской организации члены сообщества развернули по всему городу информационные площадки. Одна из них расположилась на набережной. Это радостное информационно-развлекательное мероприятие прошло под девизом «Вместе во имя гуманности». У всех желающих была возможность узнать об истории международного движения и деятельности Белорусского Красного Креста больше, а также обучиться многому. Мы обучаем безопасности жизнедеятельности несовершеннолетних. Также одно из направлений – проводим мастер-классы по обучению населения. Тут также работают с детками. У нас есть такие разукраски. И тут обучает наш тренер тоже безопасности жизнедеятельности и оказанию первой помощи. Работают волонтеры наши клоуны, которые на развлекательной площадке. Установлена фотовыставка. Еще одним интересным моментом мероприятия стала фотовыставка, посвященная 100-летию Белорусского общества Красного Креста. Один из стендов которой посвящен медицинской сестре Милосердия, которая, кстати, присутствовала на мероприятии Тамаре Терешиной. Она награждена медалью «Флоренс Найтингейл». Это высшая награда организации. В нынешнем году 25 медицинских сестер со всего мира получили эти высокие награды. Две из них из Белорусского Красного Креста. Всего в нашей стране 14 медицинских сестер удостойных такой чести. Шесть из них награждены в военное время и восемь в мирное. Работаю я в Красном Кресте 36 лет. В 1985 году я пришла на работу в Красный Крест. Я обслуживаю подопечных, больных на дому. Это одинокие, одинокопроживающие люди, инвалиды. Оказываю им медицинскую помощь. Осуществляю индивидуальный уход. Пожилыми и больными людьми всегда сложно. Тут и характер, и больного, да. Все это проявляется в обслуживании. Надо каждому найти подход, с каждым уметь поговорить, пообщаться. Надо быть добрым и уметь понимать человека. Уметь ему сочувствовать, входить в его положение. Проект «Вместе» во имя гуманности здесь весело и познавательно было всем. Дети играли в машинки на тематическом ковре Красного Креста. Вместе с сотрудниками ГАИ они повторяли правила дорожного движения и разбирали разные сложные ситуации на дороге. Полезным и информативным мероприятием было и для взрослых, ведь именно на площадке можно было узнать для себя что-то новое. На протяжении всего времени ажиотаж вокруг площадки не спадал. Если ты вышел на дорогу, посмотри налево-направо и перейди дорогу. Если машина близко и она быстро едет, то нужно подождать, пока машина проедет. И если машина не очень так быстро едет и она далеко, можно проходить дорогу, только нужно проходить быстро. Мы хотели с мужем тоже пойти на какие-то курсы, чтобы узнать, как это делать, потому что уже когда маленький ребенок появился, уже это просто необходимо. Хорошо, конечно, что вот тут вот все это сделано, потому что до курсов это пока найти, записаться с маленьким ребенком, это как-то время быстро идет, так что хорошо, что вот это все есть и можно. Вот мы гуляли, проходили мимо, и я захотела узнать, как это делается. Вот так бывает. Все, к чему прикасаются члены организации Красного Креста, приобретает оттенок добра. Неудивительно, ведь вся их деятельность построена именно для этого, чтобы нести добро, а главное быть полезными, особенно нуждающимся в этом людям. Сфера их деятельности невероятно широка. Каждый волонтер – это частичка души организации. Каждый из них в ней не просто так. У каждого своя миссия. На мой взгляд, успехи есть. Как минимум, сегодня очень много волонтеров здесь присутствует. Мне кажется, что в мое время волонтеров было меньше. И, наверное, благодаря тому, что о Красном Кресте говорят сейчас, мы стараемся доносить массы о том, что такая организация существует, и ряды наши пополняются. Мне кажется, что это большой флюс.